коллеги добрый день экспедиция ритейл продолжает свою работу и сегодня мы продолжаем говорить о производстве и создаем взгляд поставщика поговорим сегодня с михаевым грачом сооснователем и генеральным директором компании grass михаил здравствуйте здравствуйте всем михаил компания создана в 2003 году вам сколько лет сейчас мне уже очень много лучше не говорить шучу 45 лет 45 лет то есть вот получается вам было в тот момент вроде 23 компании 20 лет а вы работали кроме как на себя еще да конечно я закончил в уградский политех на химическом факультете скифа к я работал на заводе органического синтеза здесь успел потом работал на производство сырья для моющих средств мы покупали какой сумас из голландии делали сырье для моющих средств я еще был технологом-консультантом крупной компании был в те времена еще на на физкосметик и консультировал их как на перейти на наш сырье с иностранного у нас был экономический эффект хороший то есть я знал очень много рецептур потому что я свои папы вводил туда то есть я в правильном направлении развивался так скажем удачно окажется потом да я знал как делать сырье как строительство туры потом открыл свой завод по производству моющих средств вот эта идея она скажем так 2003 году у вас получилось вы запустили проект что это было на начале это было очень маленькое производство мы буквально арендовали комнату метров 15 квадратных на стк свино-телячий комплекс он до сих пор существует мне кажется надо съездить как-нибудь там музей его из него сделать там было 150 мы поставили 150 литров пищеварочный котел я сам с отцом сделал там редуктор двигатель мне сварили мешалку нержавеющую то есть денег не было совсем поэтому руками все делалось и там я начал варить жидкое мыло шампунь средства для посуды то есть я смотрел что можно производить в принципе я мог делать и шампунь для людей для собак и для машин для чего хочешь но трудно зайти на некоторые рынки поэтому попробовали и бытовую химию и автохимию бытовая не получилась нужны большие объемы вот сейчас мы производим 25 миллионов бутылок в месяц и соответственно у нас закупы сырья и тару мы собственно делаем и если мы купаем дозатор или триггер это миллионами штук это выгодно когда делаешь тысячу флаконов это не выгодно бытовая не пошла в тот момент ведь очень многие игроки вот 2003 2005 года очень большое количество компаний выходило на рынок именно бытовой химии соответственно вашем случае самое простое было открыть автохимию это проще автохимию потому что дотянуться проще канистры большие выгодная все понятно заходили компании но уже были крупнейшие компании тот же комбинат имени вахитова он существовал продуктеры хенкели они все уже были они очень быстро пришли большие объемы и ему давалось сделать достаточно выгодно и у них был маркетинг это сейчас только у нас есть красивые упаковки этикетки а раньше что было россии березна санита у нас вот волоском производили санит в баночках знаете такое буквально песок песок глина павы все самое дешевое российские производители не умели делать красиво да это кстати особенности я здесь коллеги не устаю удивляться количество дизайна которую я наблюдаю на этом производстве потому что для меня это просто взрыв мозга понимая сколько я увидела здесь дизайна это где-то отдельный спич сегодня мы должны будем точно пообщаться ну хорошо автохимия она случилась этот на самом деле компания грас я не видела я не замечала наверное ну и года три назад я стала вас замечать то есть автохимия возможно у себя дома ну бегу и говорят да мы не знаем а потом призывает жена у нас все угасе вот при этом ну естественно силы того что retail.ru ну скажем чуть чуть меньше мы идем битуби сегменте и мы конечно не так внимательно смотрит авто историю то есть вот там вы сейчас как вы можете себя определить вот именно в том направлении ну мы считаемся номер один делали исследование и в целом по анализу рынка мы номер один по разным средствам и бесконтакты чернение воски и оборудование там мы очень очень давно просто емкость ниша автохимии такая большая поэтому пошли дальше развиваться в клининке в бытовой химию давайте чуть чуть вот чтобы перейти уже вот бытовую химию то есть вот до 2016 года вы спокойно развивались в этом направлении у вас большая делеская сеть вот скажем так вот секрет успеха вас в битуби сегменте как вы его назвали называется волга волка ноги кормят то есть у нас была задача очень быстро охватить все регионы страна громнейшая нас в компании же маленькая нас там допустим пять человек и мы начали продавать волгоград ростов краснодар раньше рынке были известные всем ставрополь и мы с моим партнером с кость фидановым начали сами ездить на машине праворульной ночевали в машине нуждений их не было у нас на гостиницу мы должны продать автошампунь и вернуться на эти деньги назад квест такой был потом поняли да работает двери завели двух менеджеров каролина алексей на тот момент и начали делать гемификацию тогда еще там 2004-05 год и мы так повесили карту страны расписали крупнейшие города страны и сказали вот кто первый сделает отгрузку какой-то город тот регион и будет за ним зафиксирован потому что тогда был процент продаж и они начали соревноваться и мы вели такую карту классную где отправил образцы тесты идут и как только первая отгрузка все краснодар твой а новосибирск твой и оттуда ты получаешь процент продажи и там буквально за год-полтора мы в крупнейший регион россии зашли молодые горячие готовы прямо сейчас едем едем краснодар ростов в омск красноярск куда угодно но если на машине или на поезде у нас не было денег на самолет мы могли поэтому восток хабаровск мы потом уже на выставках этих клиентов находили мы выставляется на автомеханика в крокусе и там мы находили тех доводисток и мы бы не налетели это дорого вот куда доехали то доехали я доезжал на машине до томска номерах 34 мы с моим партнером в реке той купались и они говорили как сюда машин это попала да мы ехали месячная командировка месяц мы были в командировке и там был один день один город ну или там два дня один город вот в таком ритме мы работаем уж позвольте немножко здесь молодые горячие не знали что это невозможно и были голодные еще тогда такие дороги я думаю нам все равно у нас машина хоть и праворульный но она едет и она toyota у меня вообще машина не было очень много лет я на море ты поехал там в 25 лет первый раз то есть я изучен а тут мой партнер была праворукая к toyota это отлично все равно на дороге едем хорошо сейчас во ваших партнеров сколько ориентировочно дистрибьюторов у нас около 350 мы эту сеть прям строили долго вот сейчас кто-то из компаний попытается это сделать новеньких это невозможно практически поэтому многие вновь превышшие производители они идут на е-ком им даже федеральные сети сложно поэтому на е-ком видим низкие очень цены огромная войнушка кровавый океан и в сети из них попадают очень мало кто дистрибуцию по сути невозможно это как раз то время было когда действительно запускались вот эти дистрибьюционные сети и и люди готовы были совместно зарабатывать вот если поверили в продукт как вы убедили поверить продукт этих людей дистрибьюторов это все очень просто нам в нас не поверили крупные компании типа алиди и петрейт на это дистрибьютор проктором естественно никто это такие ну наверное они сейчас уже пожалели что они вовремя не взяли контракт а потом уже нельзя было взять поэтому мы находили в регионе простая схема приезжаем в омск допустим ездим сразу по точкам делаем аудит и смотрим кто поставляет кто из местных и пешников поставляет в эти мойки мы могли найти клиента какого-то по телефону в интернете но я всегда говорил ребята и и сайт может быть у каких-то пустышки пустышки классный сайт кунти и по аркелян кто по-настоящему делать дистрибуцию он не умеет сайты делать вот приезжаем в город перепроверяем того ли мы нашли пробежали шага 40 процентов 50 процентов что просмот сказали аркелян мы едем каркеля ну а и по иванов мы просто приезжаем поздороваться сказали что нашли другого потому что на самом деле не работаешь по территории то есть полевые визиты аудит это в крови у нас и и конечно заходим нормальный человек и делаем тесты то есть ответ как мы делаем тесты мы всегда побеждали например там керхер раньше были фрабер мафра нерто это немецкий бельгийский итальянские шампуни и мы делали однопроцентный раствор и делали полоски и видно какая полоска чище смываешь ты побеждаешь по цене и по качеству мы просто тестами всех завоевали ну как потом дальше узнаете я как бы человек используется машины моет ее но если честно я даже близко не знаю этих названий если мы говорим про меня как пользователя но ключевого именно чтобы знали те кто мой да это нас ты и сварила почему божли бытовой химию потому что мы завоевали всю страну мы там же грузим миллиарды по автохимии но никто не знает потому что никто не спрашивает а чем у этой машины нас это парило это было его это было такое здоровое желание какой-то и чтобы твой результат знали об автохимии этого невозможно практически конечно во флаконах там что-то мы увидим там тартл вакси мы знаем да какой-то магуайрс может быть и то не все в общем мы не обращаем внимание если тартурбитель обращаешь что-то не помнишь а если на мойке вообще нет шансов но при этом я когда сажу такси по всей стране я часто замечаю в багажнике кладешь что-нибудь раз такой о наши флаконы вот куда это грас я буквально там то вот в итоге за много лет конечно гроза ты имела в такими откуда название грачев моя фамилия игра первые три буквы и два смирновых мои первые партнеры два брата смирновых ну мне кажется даже не знаю что это трава переводится просто назвали потом поняли ну ничего не знаете однозначно делаем мир чищи я тоже вижу что тут не просто так называется сосложилось да так хорошо про производство но начинали вы как еще рассказали с что свинотелячий комплекс это первое производство ст.к оборачивались не избивали почему уже делали там в шампуне и еще свиньи оставались я наблюдал как и забивает это жуткая картина скажу в какой момент мы стали понимать но вы стали понимать что все уже пора пора и вообще откуда деньги с точки зрения того чтобы производство уже полноценно открыть вы кредитовались или все-таки все деньги полевые уходили в итоге сразу производства это вот вопрос откуда же деньги то ну простой вариант всегда найти тех тех людей у кого есть деньги смарт инвесторы лучше смарт да не просто инвестор который вложился и ушел и в этом плане у нас например костя у кости был отец к другу были деньги он вложился в нас и это были наши первые там первые три миллиона фактическая компания была построена три миллиона и окупаемость заняла где-то там три год за три года мы вернули деньги где так это были три самых бедных в моей жизни года потому что до этого я хотя бы работал на заводе органического синтеза потом на вереске когда мы делали сырье а потом я ушел с работы заниматься этим делом и мне мама давала деньги на мелкие расходы я был самым бедным человеком мне кажется в стране мама сейчас в стране мама мам уже нет но она единственная поверила отец не верил отец сказал ты занимаешься ерундой иди на трудный завод я тебя устроил он там работал есть тоже химическая лаборатория химик и все будет хорошо а я хотел развиваться свою тему верил только мама и она мне было 15000 свои книжки сняла и сказала отцу не говори вот конечно же тот кто верил же не да она успел увидеть что компания стала большая но в полноте конечно нет да и отец то поверил только лет через 15 что что-то происходит он все эти годы пугал говорю что ты занимаешься ерундой много кризисов скорее ничего не получится точно все нормальный группа мы там вот еще миллиард прирастили выручки люди у нас сейчас в 30 человек он говорит смотри очень быстро закончится свое дело это нестабильно я шел так и есть я сопротивлялся я шел через сопротивление и не доверие отца мне нужно было что-то доказать это хорошая энергия доказать я сейчас ее стараюсь поддерживать почему до сих пор лидеры по металл химии продуктер хенкель или до каких пор это вот здоровый спорт он даст многое и мы обязательны догоним перегоним их здорово про производство сейчас давайте вот немножко все-таки циферок что сейчас является ядром вот вашего бизнеса данность естественно производство сколько квадратных метров уже на текущий момент как будете дальше развиваться но немножко все-таки вот это правило основу бизнеса сейчас мы достигли численности вот недавно смотрел на ревью чар 2600 человек в компании площадей производственных но там очень много так большой цех восьмитысячник да есть полутора тысячник цех и еще 700 круче около не знаю 6 тысяч метров квадратных производственной площади складов у нас собственные есть перместим на десяти тысячники у нас в москве 28000 большой склад еще десять тысяч в ростове мы так раскидали их и мы сейчас строим о собственные склад ну там через сырья склады короче десятками тысяч являются склады и мы строим собственно еще один склад около производства так удобнее 40 тысяч метров он будет в его одной из частей что-то около 36 метров мы будем ставить хай-бэй 36 тысяч 36 метров высота 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 это 12-этажный дом таких складов мало россии была на нескольких вот там где много уровней хай-бэй да это большие краны такие автоматически они сами забирают палеты и выдают в зону подборки здорово вот автоматически полно автомате полностью автоматический склад одна из частей то есть там будет 30 тысяч обычный фронтальный сложен класса там высота там 15 метров и десять тысяч метров будет 36 метров и и все это будет автоматизировано связано то есть это большой проект он нам обойдется и не знаю около 6 миллиардов может больше но по другому нельзя мы знаем что без склада под боком жить сложно а мы находимся в среднеах таби город волжске волгерадской области мы просто не можем не давать склады здесь нет сорок тысяч метров склада вы просто создаете самые современные которые вам нужны да мы идем автоматизацию вы видели сегодня сколько у нас роботов работает много роботов мы еще не запустили очень много процессов так что встроена выдув розлив этикетировка робот берет флаконы в коробку коробку на палет палет сам палетируется и уезжает по такому коридору и потом еще на лифте спускается вниз сразу в склад а кстати вот почему так организовали то есть условно не сверху вниз поток производства а снизу вверх снизу вверх потому что реактора которых у нас 36 штук 12 тонн их реакторов это только содержимое 12 тонн плюс сам металл нержавейка и опоры это очень тяжелая конструкция чтобы их запереть на высокий уровень 36 электрофа 12 тонн нагрузка на квадратный метр там будет не знаю 10 тонн тогда придется делать огромное количество колонн внизу то есть логично было бы да производство химии внизу розлив но нагрузки огромные поэтому производство внизу подаем насосами это не проблема там поднять на 12 метров розлив дальше и потом уже спускаем на склад в принципе окей ну то есть условно все равно это обоснованно вот такими вещами которые мы сейчас называли плюс выдувные аппараты они же рядом стоят с различными линиями они еще тяжелее выдувные аппараты вот у нас все итальянские мэджики одни из лучших аппаратов по выдуму в мире и они рядом стоят это все нагрузки поэтому и стоят на поле он тоже то мы поняли что у вас там большое количество сейчас площадок которые помогают вам поддерживать весь ассортимент давайте чуть-чуть просто про линейку то есть у вас только какое количество линеек у нас больше двух тысяч с каю продуктов в разных категориях для разных каналов сбыта мы еще бы отделим для хардов одни продукты для и кома другие там для магнита 3 для пятерочки 4 разделяем 2000 с каю это все соответственно активно вот до 2016 года если мы посмотрим сколько полоской порядок лишь 16 если как когда был только автохимия ну может быть там 300 и вот 2016 год кстати почему почему вы решили так резко пойти помимо того что вот амбиции что красный знает бытовую химию косметику потому что может быть не ста хотелось ну и мы видим вокруг себя что есть магазины есть традиционная розница и везде ты встречаешься продукцию автохимии там здесь не продается и ты ходишь по магазинам и такой подскудишь у нас нет ну где-то в такими стоит там башанах там метр да но не то ну плюс мы видим перспективы мы же хотим все время быть больше шире и я собрал страцессию по теме идти ли нам в бытовую химию то есть мы по-настоящему топ-менеджерной компании с владельцами думали идти или нет там же кровавый океан там же огромные бренды куда мы полезем зачем это надо и и вроде бы целый день вас процессе с модераторами я всех уговорил наверное все таки я мы написали плюсы минусы что можно попробовать как гипотеза мы очень любим гипотезы и сейчас мы много каких гипотез выдвигаем и проверяем малыми силами небольшими затратами начали делать бытовую химию и все мы в прошлом году уже перегнали бытовая химия перегнала по выручке автохимию клиник все на свете и растет самыми быстрыми темпами сколько человек было в тот момент у вас компании в 2014 году я думаю было человек 150 а сейчас 2600 да ого ничего себе темпы да у нас в год мы нанимаем человек по 500 мне кажется в следующем концу этого года может быть 3000 уже так подождите то есть получается у нас 2016 год 150 человек компании примерно то есть за последние 8 лет вы это она же ускоряется мы же мы растем по там 40 процентов в год и на маленькой цифре 40 процентов в год к миллиарду да это 400 миллионов 10 миллиардов это 4 миллиарда но темп у нас чуть не снижается каким-то образом то есть мы вот сейчас мы решили притормозить немножечко в прошлом году сделали 10 миллиардов плюсом то есть мы там с 12 до 26 миллиарда сделала выручку и это было 70 права 60 там что-то 5 процентов прироста это много прям и мы поняли что в систему перегрузили в этом году мы так решили на волна лайте плюс 35 процентов прироста сделать в рублях это еще 10 миллиардов мы в этом году даже сделал 36 37 миллиардов 36 30 ну прям такой резкий рост но а инвестиции они полностью все свои деньги нет конечно но сейчас у нас достаточно денег уже чтобы инвестировать собственное производство тем более мы находимся в волжском тут не так все дорого тут земля ну не стоит тех денег как где-нибудь зарплаты все равно никак московские плюс благо есть минпромтор которые очень хорошо работают и достаточно много программ если интересно могу рассказать о них ну если скажем так вы готовы чуть-чуть поделиться то просто называется очень действительно помогает потому что очень часто слышим что как бы трудно брать деньги у государства или там например пользоваться их программами что они ну сложные к исполнению и там дальше высокое уровень отчетности что нужно в себе знать чтобы быть готовыми к тому чтобы взаимодействие там случае там сами про то во первых не рвать денег который ты взял вторых понятно да действительно вы правильно говорите собрать документы для участия в программе там по увеличению там произвести труда или замещение экспорта программа были после 22 года мы участвовали во всех программах нас есть у меня есть мой зам по развитию саша он очень хорошо взобрался с ним в паре финансисты экономисты которые могут предоставить данные нужно проект нарисовать куда ты деньги потратишь в принципе если все это собрать там несколько человек проекте не на постоянной участвует мы взяли сначала 300 миллионов под они процент потом 500 миллионов под 1 процент и вот прошлом году нам дали 4 2 миллиарда на 7 лет под 1 процент это вот увеличение производительства труда итого мы получили за несколько лет 5 миллиардов под 1 процент это очень хорошо и спасибо что минпроток работает есть фонд развития промышленности фрп который выдают эти эти займы мы знаем точно куда потратим мы на эти деньги покупаем очень много оборудования они разрешают покупать и российское оборудование иностранное в целом нужно просто потом отчитаться действительно нельзя на эти деньги строится но напичкать себя современнейшим оборудование в том числе роботами окей благодаря этому мы быстро растем редко когда я слышу вот такие скажем так возможности и про благодарности в какой-то мере потому что часть и все равно я слышу ну все плохо тяжеловато не получается и конечно тут что-то прям такой оптимизм пышет хорошо что губернатор приезжает спрашивая чем помочь почему не часто программа что он нужно так провести так чем помочь электричество газ то есть в принципе все помогают сейчас российском производители потому что особенно сейчас понимает что если не свое производство тогда попадаем в зависимости от импорта и много чего закончится ну да а нас насколько вы сейчас уже крупный работодатель считаетесь в городе но смысле вот вашей территории мы у нас есть более крупные заводы в лоградской области которые тоже хочу перегнать мы много кого обогнали уже кого я знал знакомых у нас же промышленники общаются мы общаемся встречаемся у губернатора я так прикидываю у кого какие обороты и мы там стремимся там в тройку самых больших налогоплательщиков в городской области но есть крупнее волжский трубный завод там у них 60 миллиардов это тогда когда вас отправлял отец отец ну их строил советский союз у них 60 то есть там принципе недалеко 70 может быть я не знаю там надо смотреть час но они сейчас снова строят огромный завод по производству нержавейки честно конечно вперед уйду там до за 100 ярдов но в принципе тоже по силам про сырье вы уже сказали что там замечая замещаете над импорт и смещение она уже состоялась или все-таки в том сырье который используется для производства немало что приходится привозить замещение сырья по большому счету состоялось это произошло очень быстро за 22 год когда все случилось начинает уходить базу знаете один из крупнейших кусочков сырья для нас всех и для косметики или бытовой вдруг они уходят резко все садятся на самолеты выставки индия турция иран китай снабжение снабжение большое я сам слетал в несколько выставок в том числе был в мумбаи на выставке в индию мы очень быстро нашли аналоги конечно же нужны там серии тестов подходит или нет расслабиться или нет там действие на кожу в каких случаях тоже сама пенность вязкость все начинает плыть когда ты ищешь аналоги но в целом мы благодарны кризису мы вообще всему благодарны что мы сидели на игле вот этих компаний которые достаточно хороший сервис оказывают всегда консультанты есть научить его чего угодно но они много чего перепродавали мы очень не делали или заводы их находится также там где-нибудь в индии в китае вы покупали через германию да мы так сократили еще и стоимость базового сырья благодаря тому что нам дали поджопник и нам пришлось немножко поработать поэтому в целом проблем нет а какие-то мелочи совсем мелочи можно параллельно вымпортно завести все до русские все придумали знаете за последние 20 лет что я занимаюсь сайтом ритал точку ру количество кризис в которых я наблюдала как растет вот каждый этап вот этот момент менеджмент у нас в россии это просто надо видеть у нас уже ничем не удивить и ко всему мы готовы про но все-таки а вы свое свое сырье уже готовить да у нас вот мы купили данное завод здесь рядом еще один и на нем размещаем реактора по производству базовых пав которые нам необходимы для производства те же сам посуды жидкого мыла там стирки мы будем делать свой среда то есть получается вы пока только для себя обычда обычно мы хотим для кого-то еще набер там когда мы купили 13 станков которые стоят по 70 миллионов каждый по выдву тар и думали кому-то будем делать но так быстро наращивается объемы что мы все на себя завязываем мы поставили типографию собственную я уже думаю должен быть покрасить ну и дальше только-только установили это станки цифровые печати и флекс от печати собственно я думаю тоже все закончится тем что мы только себе будем то есть получается у вас сейчас значит собственно сырье уже фактически вы уже начали пользоваться и были еще они еще вот буквально запуск будет летом летом будет запуск собственно сырья ведь как своя есть там 90 процентов тары мы выдуваем сами так крышки мы начали делать крышки есть что за дружки сочиненные унитазы на двойной там для стирки да и тоже двойные там одинарные еда мы купили кучу термопласт автоматов чуть другие станки у нас их много даже запасов мы стараемся делать покупать оборудование больше чем даже кажется сейчас надо потому что она потом тоже закончится быстро с нашими темпами роста и амбиций у нас получается осталось предпреформу я услышала что это вы закупаете расчет мы делали предпреформа нет ничего дорогого нет такой темпы что 100 миллионов может быть дорого когда это не окупается а 10 миллиардов может быть дешево когда она окупается нет не купается нужно огромный объем и да и ничего страшного а вот распылители и дозаторы сейчас новый налог вводят 15 процентов на импорт распылители да и скандал серьезно такой с чего-то вдруг решили присвоить новый таможенный код на распылители который в России не делается и вот в этом случае мы у нас проект лежит прямо на подписании если пошлины появится мы сразу запускаем производство собственных распылителей а мы их используем 15 миллионов в месяц ну да у вас много всего вот этой удобной красоты хорошо если мы говорим про то есть получается все все сырьевые вещи которые вам нужны для производства есть а сам продукт у вас есть ней да мы у нас 10 человек по моему больше всего 11 они размножаются знаете сколько там в любом отделе скажи спросили даже руководителя сколько у тебя человек да к тому времени когда выйдет интервью там окажется что уже 15-20 да конечно то есть в целом да у вас очень много чего локализовано и и поэтому мы можем дать все же к этому идет что мы свои сырьевые этикетка тары можем дать очень достойный продукт по супер классной цене в этом плане мы конечно социально направлены мы даем доступные продукты потому что есть некоторые компании которые гордятся тем что они могут делать дорогой продукт и продавать вы это окей да что вы это умеете делать ну а что делать населению которое не богатеет зарплаты конечно растут не так быстро богатые люди по уезжали нам нужно дать доступный продукт это важная миссия чтобы люди остались чистыми в чистоте и в радости знаете но все-таки про нить ваш если мы говорим про вот это создание продукта вот вы автохимия чистотанута бытовая химия до косметику пошли вот эту экспертизу накопить за такой короткий период рима сушеного восемь лет это немного причем экстенциативно такой рост делать удерживать это все в голове и качество держать при этом низкая цена я понимаю что вы стараетесь работать в среднем плюсе в каких-то вещах ну средний не средний плюс иногда средний плюс есть до появляются пока а вот это идейность и которая в вас под каждый я вижу что вы уже с семьей на продукте но вот к тургеле для стирки предложили семьей на новый криспи новая линейка эко-средств для стирки там есть кондиционеры также это разместила свою семью потому что мы этим тоже пользуемся это хорошие средства но я просто к тому что вот все таки вот эти формулы успеха данному сочиному продукта это полностью вот вы как химик так еще раз вас эта мечта была или необходимость учиться в политехе мне очень нравился химический опыт и поэтому еще в школе у нас было разделение по подгруппам и я пошел по другу химиков я после школы оставался с коллегами мы химичили я даже в актовом зале выступал там вулканчик запускал дым без огня но понять что на сцене кристаллы не вырастешь да что тоже интересно но вулканчике да или дым без огня создают кислоты это очень интересно слушайте ну прям мы как бы одновременно в актовом зале наверное были дым на 3 он хранится под растворителем если кинуть его на воду начинает гореть на поверхности и искрится идет быстрое окисление или можем там проволочку в кислоту засунуть водородик подсобрать и потом я после школы оставался все бежали футбол возможно я по этому футбол не умею играть я занимался химией и потом пошел естественно на химфак это любовь но получается вот эта любовь к химии она скажем сейчас вот ее не сети через всю свою жизнь вы сами конкретно создаете продукт сейчас уже нет но я вижу рецептуру я знаю киритуру могу даже там учет по умничать подрулить но в целом и конечно же когда строишь большие бизнесы системы нужно ходить правильных людей и развивать и почему как мы создаем бытовую химию косметику там пенка для умывания лиц и гигиены тут же стирка и тут же зубная паста в целом во всем можно разобраться у нас есть такая классная поговорка если ты хочешь чем-то разобраться начни разбираться и ты разберешься очень просто куча консультантов кто производит сырье они всегда подскажут также можно на рынке купить специалистов которые работали в тех на них компаниях даже не нужно хантить их они уже ушли там из кентеля проктера юни левера рокса сплата можно перечислять нефис косметик с хз они уже ушли там поработали в принципе очень быстро можно получить экспертизу так же как я знаю наши сотрудники уходят друг конкурентам и также быстро все эти формы появляются у них окей такой рынок фишка не в этом получать продукт создать несложно а вот система которая создать сегодня не дорого достаточно быстро будет поддерживать должным образом качество и произведет его оперативно вот составить создать систему такую сложно арестатура это не проблема хорошо давайте мы сейчас немножко поговорим то есть вот про производство уже в целом понятно у вас есть по моему все возможности для того чтобы делать этот продукт который востребован рынку рынком и вы стараетесь сейчас успеть ну скажем насытить рынок вашим продуктом потому что есть окно возможностей да мы были оказались готовы да то есть если мы понимаем что 2016 году вы начали и 22 году когда освободили фактически там условно освободили этот рынок часть игроков вы к этому моменту уже накопили необходимое количество возможно вот если вы сравнили 2016-2022 то вот и вот и теперь в 24 вот здесь у нас было 150 век человек 2022 это сколько человек момент вот прям резкий рис и революте муна нет резкого рывка мы постоянно развиваться по 70 процентов потом мы начали расти по 50 по 40 а это тоже дофига прошлый год 65 процентов помогли падать не знаю в коми там 215 году до 35 процентов роста а когда случается комик кризис там четырнадцатом году кризис мы после него сразу растем восьмом году кризис мы росли пандемия мы растем тут же с перспирацией мы растем каждый кризис это поджопник мы быстро растем там вообще логики нафиг нет вообще хорошо днк компания битоби продукты развитие через диссибьютор в точка это у нас уже есть понимание да дальше получается пошли в торговые сети пошли в адвайн канал что в торговых сетях сейчас вот вы уже сказали что серьезным образом уже уже битуби меньше приносит чем к нашу еще больше да у нас вот взятие 100 бытовой химию она более релевантным ну что такие у них есть спецканала да все равно это делю это автомойки там какие-то могли бы сейчас рассказать процентном соотношении каналы битвы в бытовой химии 13 процентов и ком 26 процентов это ритейл классический и что у нас там стоит что-то один процент это дистрибьюторы 61 процент дистрибьюторы в этом плане у нас перекос то есть не нормально что 26 процентов это федеральной сети потому что и должно быть гораздо больше здесь мы конечно не дорабатываем мы все эти пошли поздно заходили долго видим может мы не умею что-то делали да и сами ритейли тоже такие молодые ну пока тоже заметно мнение нет это я считаю непрофессионализм в некоторых сферах когда ты показываешь автейки сети в которой ты представлен и дробишь категории лидер категории показываешь другому ритейлеру а у тебя не берет несколько лет вот что это такое непрофессионализм или коррупция все вместе давайте откровенно говорить потому что в ритейле там тоже ну понятно что им тяжело тоже там куча людей мало кто хочет работать большая нагрузка до убайров категоричка ну слушайте но у сети регулярно говорят о том что новые продукты заводить на полку без должной поддержки поддержки в том же могу показать рекламной конференции хотите выступлю вас я такой разнос устрою что я за мы завели в сеть я не знаю конечно где-то могут голову лезть хотя он там уже повалены всех я покажу как мы заходим с продуктом и за три месяца становятся лидером категории а что вы нахрен 7 лет делали не заводя наш продукт вы же потеряли бабло основного на месте руководителя я руководитель я бы врубил ретроспективное мышление у нас очень много в скраме есть такое понятие ретроспектива когда мы анализируем что сделали не так в прошлом чтобы ну вот мы разговаривали да чтобы не ошибиться в будущем чтобы в будущем сделать какие-то выводы так ребята некоторые тел не заводили нас хотя видели автеки нильсен видит видишь что мы там крутые ну что там мы там дровимся а сейчас вот если сказать и не заводили в основные но в основных федеральных сетях вы стоите это же не так работает мы стояли давно возможно в федеральных сетях но количество искаю присутствует сейчас расширяете полку да и в категориях в некоторых категориях мы не стоим перстирка там пока еще не стоять где-то стоим где-то не стоим те же самые средства там от засоров то можем стоять еще одним фейсом хотя там лидер в категории а кто-то стоит вот таким вот фейсом зачем мерчи хорошо работает но это же вам не выгодно у меня очень много ритейл вопросов я очень мало разбираюсь но когда-то с логикой залазишь тем более мы же покупаем отчетики там мы видим автеки себя других промо-планы будут парсинг сейчас запустили мы через парсинг видим с задержкой в один день какие промо у каких конкурентов в каких категориях срабатывают в принципе достаточно логично можно понять и увидеть кто там лишний в сети мы все равно как категорически работаем мы видим кого там надо по-хорошему то схлопнуть полку да потому что они ну у них автейк слабый а кого расширить надо традиционная розница федеральные сети там региональные сети насколько все-таки вот за это время ну вы считаете что вот вы просто сказали вы недорабатываете да то есть но все равно как бы есть сопротивление это нормальная история про сопротивление не зверю про тупишь коррупцию сопротивление не пугает вы видите мы не откуда вышли в любом случае у вас получается вам дистрибьютор помогает или у вас вот устроено так что за торговой сети отличает отдельный департамент внутри компании как конечно есть отдел федеральных сетей там есть джекам и джонни рукам и там есть трейд маркетинг он единое управление отдельно идет или маркетинг хотя эти люди находятся каждый по своим каналам есть к мы по эксперт это группа магниту потом есть там гипера есть харды и мы сейчас харды в одну кучу собираем потому что очень растущая растущий канал сбыта фактически есть отдел региональных сетей и часть региональной системы грузим через дистрибьютор часть напрямую вся задача как можно больше регионалов тоже грузить напрямую потому что это всем выгодно и там очень быстро транслируется промо обратная связь идет мы там босс материалы доп места можем быстро оформлять через дистра это сложнее но дистрам все равно мы оставляем достаточно большую долю есть канал дистрибьюции он также бьется на автохимию и бытовую химию клинг там есть свои дивизионалы по регионам страны снг а на снг мы сейчас вот выделяем тоже страны снг все страны ну беларусь неудобно да будет в казахстане нашли хорош пары он будет нас как национальный называть нацкам типа в общем мы отвечаешь за всю азию а еще и узбекистан она это все встан и ну я просто потому что это дело продаж это верхняя настройка есть отдел маркетинга поддержки пиар контент инстаграм youtube кучу выставок это все вот такой я все репута бетель да но бетель получается скажем так есть трейд маркетинг на самом деле все остальное это игрушки трейд маркетинг это все хорошо мы не закончили а дальше заводы а дальше заводы завод три завода волжском ахтуба и волжский у меня сейчас немножко картинка начинает тоже по-другому смотрится мы видим вот это первый завод был волжском самый первый завод был в Волграде потом волжском завод на Пушкино в среднеахтубе но там расширяться некуда ты когда понимаешь что тебе нужно расти много а мы понимали всегда ты ищешь место вокруг уже все занято не ерунда давай в среднеахтубе нашли на Атшибе фактически но рядом есть подстанция газ рядом вода есть из авто все окей канализация да еще очистные сооружения отличное место и мы сразу скупили тут очень-очень много гектаров мы сходимся на 7 гектаров купили еще 7 еще 7 недавно выиграли еще 5 короче очень много десятков гектаров есть для развития здесь супер место классное те два завода еще работают но там разные мы сейчас там один первый завод он станет чисто косметическим вот большой завод который мы купили уже наверно можно говорить наверное кока-кола бывшая мы купили там довольно-таки большой завод и там размещаем уже и косметику и бытовой химии там нас капсул для стильки вот и таблетки постамойки много всего это он сейчас за два года поставим оборуду это мало будет нужно будет достраиваться еще я все вот это слушаю дальше завод новосибирске завод новосибирске есть который работает на те дальние регионы достаточно выгодно особенно знаете не дорогие продукты какие-то 5 литрового канистры например пэт посуда жидкое мыло в пэте вообще увести там невозможно дорого или там жидкое мыло литровое ну там логистика а тут также грузится и ком да и удаленные склады там ванной сазон также грузится с новосибирска есть склад ростове оттуда михаил и соответственно если мы говорим про готовность работы с торговыми сетями мы обозначили что у вас на основной локации здесь новосибирь добавляется то есть вот эти все плечо в итоге доставки получается выгодно и вы можете держать цены про онлайн канал какие амбиции у вас есть свой интернет магазин расскажите как в нем сейчас действуете и какие задачи ставить перед этим делом онлайн канал мы достаточно хорошо развиваем я знаю что он угрозой является всем остальным каналам и дистрибуции и ритейлу но тем не менее мы не можем там не быть но доля 13% у нас это где-то в прошлом году мы 3,7 миллиарда продали это валбридс озона в основном конечно там есть по мелочам и другие и в этом году план 5 миллиардов 400 но 5 ярдов точно сделаем что валбридс горел склад и это прям сильно повлияло большие потери у вас там? большие потери но они возвращают часть денег это не потери это ерунда они испугались теперь опасных жидкости горючих там или токсичных и они перекрыли до поставки на региональные свои склады представьте себе что нет товара на региональных складах а есть только номер в Москве а московский склад перегружен в общем проблемы с поставками в общем ну и сделаем не 5 и 4 миллиарда сделаем 5 миллиардов на e-com для сравнения мы во всем ритейле сделаем 8 миллиардов 8 вот все магниты ашаны азбуки это 8 миллиардов а e-com это 6 5 миллиардов но получается что сейчас этот канал для вас он чем является? в каком смысле? там не нужны вот эти переговоры разговоры какая-то вот эта возня это непонятные промо там ретро все нафиг понятно я уверен, что этот канал потом всех сделает просто потому что их открыто понятно личный кабинет ты еще видишь там например амазон вот в мировой он даже показывает вот мы сейчас эти данные пытаемся где-то выудить по конкурентам по себе автейки да а там все открыто ты видишь себя и конкурента по каким запросам тебе перешли максимальная открытость ты вот так вот быстро заводишь карточку товара а можно даже завести просто карточку товара без остатков и посмотреть карикабельно она или нет разные карточки товара что людям нравится красиво, ровно или там симпатичная девушка или большими буквами соц восстановления очень быстро гипотеза проверяется если мы в сетях это ставим на out на какой-то ограниченной географии потом три месяца или больше собираем информацию потом думаем зайти на основу очень медленно ритейл в одном плане уступает якому по скорости бизнеса поэтому мы там есть и кстати очень хорошо можно смотреть в якоме я знаю что некоторые ритейлер смотрят в якоме смотрим что полетело и пробуем это поставить в оффлайн магазине если те же самые 5-литровые канистры номер один продаж в стирке в якоме это 5-литровые канистры и они только-только чуть-чуть со скрежетом начинают появляться ну понятно что это не в магазин а в гиперах можно поставить но скорость реагирования в принципе могла быть быстрее у ритейлера если вы хотите успеть за якомом и понятно что еще ритейлер развивает свои онлайн площадки да онлайн продаж молодцы и все правильно потому что 5-литровые канистры вручную взять это фигово а с доставкой 5-литровые доставят супер да им нужно идти в онлайн обязательно в открытости нужно идти в бизнесе иначе будут проигрывать и кому харды всем нам дают просраться ну мы-то там везде в принципе харды мы тоже обращаем внимание у нас больше всего мы продаем фикс прайс вот в этом году мы там что-то миллиард продаем при этом в магните всего там пару миллиардов то есть не так далеко фикс прайс шоу и в этом году уже станет 2 миллиарда а светофори стоите? да светофори стоим но мы его поставляем они очень неудобные для отгрузки мы его поставляем через там несколько дистрибьюторов в разных городах вот они еще как светофори не собрались по поводу логистических центров ну крутая сеть мы туда идем конечно же мы хотим там быть более представлены но мы сейчас не на всю географию маяк провок и так далее здесь это мы сами не заработаем точно потому что мы обнаружили что в разных дивизионах занимаются люди хард дискаунтерами это может быть еще и эркамы заниматься где-то это занимаются региональные представители там немножко непонятно сейчас в одну кучу соберем и там очень важно разделять у вас фактически идет сейчас экстенсивный рост который пересобирает вам приходится вот эти гипотезы которые вы проверили и условно там сейчас ретроспективно посмотрели и сейчас пересобрали и уже с новыми силами пойдете мы видим как наши продукты залетают в некоторых хардах в том числе или в классическом ритейле мы видим это все и потом дальше это моя личная боль да как потом рассказать как это можно не взять посмотреть какие автейки вот у них ну возьмите это точно чугуняка вот здесь сложно вот здесь вот если говорить про ритейл конечно работать и работать еще информация же открыта 2014 2016 год 2024 сейчас вот ваше мнение grass знают потребители потребители grass уже знают да потому что они знают больше мы очень понятно azelit grass могут не знать могут знать azelit в том числе поэтому сейчас делаем ребренды где будет написано везде grass а вот наши бренды gloss azelit дос там они будут меньше написано и все будут знать grass такая идея а такой вопрос кириллические сейчас мы считается что вроде как надо кириллические названия пусть персил переделывается в кириллические а вы и посмотрим по их доле рынка мы видим ее она сокращается но я просто к тому что вы не будете сейчас переделывать ну если вы говорите что у вас ирбрендинг идет смотрите ли вы необходимость все-таки делать кириллические названия это никак не влияет на вас никак нет можно сделать мы делаем опросы у нас точно никак людям не вообще все равно посмотрите просто на российские бренды кто там на русском еще написан я не могу не задать эти вопросы потому что это тема которая все равно очень многих интересует тем более у нас экспорты есть нам просто неудобно такие кириллические не прочитают просто и многие даже азиатские наши близневосточные друзья наши не прочитают зыли на русском или санит или там что-нибудь другое вот если сейчас ну подводя итоги вот сейчас вот различным каналам вашим производственной частью я просто дальше хочу точно поспрашивать вас про управление потому что то что я здесь увидел это нельзя не спросить вот сколько вы видите в дальнейшем процентов именно торговой сети на онлайн-канал вот в составе ваших продаж какие вы для себя амбиции там не знаю через пару лет видите что мы должны вы там за 50-50 или как ну по хорошему ритейл мы так видим по рынку по нашим каналу сбыток это должно быть около 60 процентов доля ритейла а у нас сейчас 26 понимаете в этом канале у нас огромная перспектива да если и и если дистрибуция это хорошо потребляет если и ком мы там лидер во многих категориях там или на втором месте это потребляет значит это в ритейле точно должно быть потому что нас в принципе узнают они и меня то узнают люди фоткаются но все таки много интервью разных там всякие проекты выживания собственный личный бренд там я не специально прям это делал просто мне нравится снимать видео я творческий человек там играл также в школе в кавейн и там если с вулканчиком на школьной сцене выступал представлять дать мои тяги все равно к общению с людьми поэтому город знают раз но можно и собственно торговой марки не могу не затронуть потому что эта тема которая ну скажем так крупные производители с одной стороны в эту тему могут идти с удовольствием некоторые сопротивляясь сейчас вы как смотрите на собственно другого марка сетей вашего производства мы готовы идти в ст.м. потому что мы знаем что у многих ритейлеров это на повеске дня мы достаточно сильно нарастили мощности у нас к нам едет еще очень много различных линий итальянских выдувных аппаратов итальянских у нас много чего еще появится из ассортимента и и это там линии вот увидели да итальянская она делает 60 тысяч в смену 120 тысяч флаконов в день 10 дней миллион 200 флаконов 30 дней 3 миллиона 600 флаконов одна линия у нас таких едет несколько еще у нас сейчас 2 таких стоит 3 миллиона 600 флаконов в одной линии у нас несколько приедет мы с помощью поддержки шминтон торга мы их по наставе много и собственно выдав они все вместе они кстати сюда все едут мы можем делать хорошие шлема быстро качественно недорого можем делать готовы ну что ж по линии ст.м. я чувствую вам точно нужно как видите здесь побывать мне кажется здесь надо что-то организовывать такое площадью в целом у вас конечно офис позволяет когда можно делать какие-то мероприятия здесь прямо у нас на площадке как это и делают многие у нас селлеры всей страны они регулярно приезжают там недавно был ну кинекологически там и при губернаторе какие-то разные сессии проходят прямо на здесь у меня к нам приезжают очень много экскурсий ведь в компании грас официально есть экскурсия они конечно платные чтобы зевак не было чтобы только те кому это надо у нас через день экскурсии дети студенты понятно бесплатно предприниматели страны приезжают учиться джайл скраму а кайдзенова семья грас валюты в общем и и можно у нас сделать тусовку ритейлеров что когда кто-то до нас доезжает из-за ритейлеров всегда приятно удивлены нифига себе средний автор роботы и ло и лофт и барбеку на крыше это точно здесь есть михаил ну про управление невозможно не спрашивайте вот как раз вот этот ваш условно промышленный туризм который действительно сейчас очень молден стал но вам есть что и показать расскажите мне как появилась идея сделать не для меня абсолютно нестандартную управленческую систему откуда взята была эта технология и почему почему не нельзя было обычное а быть обычным альбом стронг просто почему нельзя быть простым почему откуда у вас это кто оказался инициатором вот всего этого и что это будет я вижу что это позволяет вам расти на долгий разговор во первых в голове всегда сидит что недостаточно я считаю чтобы мы индия все недостаточно я из очень бедной семьи возможно желание вот вырваться носить по-прежнему и это обалденное желание мы сейчас на работу стараемся брать людей с горящими глазами это основа основ всегда недостаточно можешь больше красивее всегда ориентироваться на кого-то я считаю бизнес это спорт ты должен постоянно кого-то обгонять иначе зачем ты состаришься твоя карьера не состоится да если ты не стал чемпионом города области страны олимпийским чемпионом это спорт мы постоянно должен обгонять а чтобы кого-то обгонять мы должны быть лучше и вот мы смотреть смотреть должны лучшие практики в плане офиса и система управления это и конечно же я знаю мы ездим в разные российские компании мы были в восконе вообще огромное спасибо красавцы мы были на вкус вилл и мы это делаем команды там 30-40 человек мы едем ключевые сотрудники топ-менеджеры чтобы что-то понять недавно к нам приезжали все инструменты ребята мы с ними хорошо знакомы надо теперь к ним в гости приехали я сам лично был в яндексе в офисах тоже смотрел с людьми разговаривал джайл хому на кутузовском у сбербанка они тоже джан проповедуют а там создаются все новые разные фишки за границы конечно кремлево долине я был в пола альта сан-франциско ну понятно что разных городах но именно посмотреть как устроены компании airbnb sales force google вот там нужно смотреть на философию на самом деле там уже как бы не очень в гугле и газончики так себе и велосипедики уже старые как бы у нас тут даже поинтереснее что будут тоже газон обладела то есть можно делать и лучше но философия что ты на работе можешь покушать поесть по фарикмакерскую сходить поиграть в баскетбол волейбол свободный график у большинства сотрудников но есть у всех теперь есть руководители функциональные есть и джайл онлайн-доски и вся информация все цели все задачи все фокусы они зафиксированы не получится не ходить на работу потому что реально может не заметить хоть что-то вот нет но есть показатели я называю это свобода в рамках показателей в общем это насмотренность и внутреннее глубокое желание развиваться и быть лучше эта система которая джайл там скром доски и прочее они здесь проявлены уже в самом офисе кстати офис этот когда запущен вот именно в котором мы сейчас находимся в прошлом году я не помню когда это очень мужик будет меньше даже приехали вовремя сентябре да и его уже мало и мы под нами у нас еще полторы тысяч метров и мы там еще построимся то есть над нами ресторан конференц-зал барбекю здесь полторы тысяч метров полный лофт-офис и под нами еще будет полторы тысяч метров еще один офис и дальше надо будет снова смотреть потому что мы как будто бы бесконечно растем получается пришлось ли дотачивать именно под себя вот эту систему управления дотачивать зачем просто выложишь ее на почву и она меняется когда немцы привезли в волгородской области английскую горчицу она стала более острый суровый засушливый климат просто привезли она стала сейчас мы горчицу такой острым едим или там горчичное масло это все лишь английская горчица берем американскую систему накладываем понятно она трансформируется думать не надо заранее готовиться не надо просто значит просто делай и делай просто оскар харпман кстати мой друг и у нас с ним хорошая коллаборация просто делал делай просто если вы говорите про то что стоит ли там под наши реалии просто внедряйте скром agile не пожалеете а также кайзин это бережливое производство мне за то очень место поиск потерь куча предложений мы собираем тоже обязательно еще много чего мы можем предсказать же не верят в то что нужно заниматься управлять не больше чем производство мы мы можем рассказать показать чтобы всем помочь заставить мы не не можем и не хотим я поэтому и редко выступаю и все остальное просто вижу что люди послушали как красивую картинку и потом же не сделали у нас еще есть обучение многие приехали обучились про мне внедрили так до свидания мы айду my best я лучше отдал а дальше казаться на себя нам еще заняться это однозначно но все-таки вот именно agile с какого времени у вас или на как совсем не узнать лет пять уже лет пять ну то есть как бы вы переход переносите айти инструменты фактически это же обычно войти использовались да то есть у вас такая а-ля ваша силиконовая долина прям интересно у нас получилось что джал у нас в бухгалтерии в снабжении в продажах в продуктовых командах обязательно на складах на производстве ложится кажется везде мне кажется тут мы что-то интересное создали будут из английской горчицы что-то сделали необыкновенное что касаемо персонала я вот смотрю очень много молодых людей средний возраст компанической уже постарели конечно но я снова отвечаю ставлю задачу молодых нам давайте молодых чтобы не переучивать когда вот взрослый знаете упертый я знаю как делать это катастрофа это ограничивающие убеждения я всегда признаю что болен я точно не знаю вот сейчас мы как сделали это хорошо ли нет а часто я знаю что можно сделать лучше а если кто-то что-то предлагает мы обязательно это послушаем попробуем и в целом открыто к изменениям и те кто говорит я знаю как это делается до свидосики не могу не спросить про экологические инициативы буквально вчера когда мы вас мы ожидали внизу я увидела вот эти огромные экраны и до этого мы уже смотрели как бы новости изучаем вот это было состояние души заниматься экологическими этими да я потом уже узнал окажется есть состоянного проекта у всех крупных компаний что они должны быть все состоянные отчеты делают вот эти по устойчивому развитию и это не наше дело мы просто делаем все души я всегда любил лес деревья мы живем на городской области достаточно заслушливый регион здесь плохо с деревьями и мы подумали почему бы нет создали отдел устойчивого развития дать а что еще очень важна проблема мусора несанкционированные свалки люди не разделяют отходы из-за этого потом их сложно разделить то есть мусор производства завода не такие умные как все думают потом разделят нет если вы не сортирули они могут до сортировать если вы не начали сортировать ничего не будет вы будете видеть плавучие острова в океане мировом и будете свалки которые огромные будете видеть начинаем с себя поэтому запустили проекты мы здесь разделяем и в офисе и на производстве мы ставим 1000 урн раздаем бесплатно вузам экологическим в нашей стране вам все это рассказывали потом мы когда мы начали делать экологическую линейку по-настоящему они там экологическую линейку у нас переработал пластик будто у нас внутри века состав подтвержден листком жизни и нужно было наклеить какой-то шильдик обычно креет блогера который за очень большие деньги скажет это нормальный продукт игру зачем блогер не бедный человек а давайте поможем тем кто себя помочь не может и возникла идея помогать редкие виды животных поэтому сейчас поддерживаем заповедники российские напрямую по спасению сайгаков амурских тигров зубров дикого северного оленя и так далее а какой процент условно если мы говорим небольшой процент у нас там несколько десятков миллионов в бюджет на эту поддержку и это вообще огромная радость вы не представляете себе что такое для алтайского заповедника алтайского заповедника тирецком озере когда ты ему выделяешь там 5 миллионов никто в жизни никогда ничего не выделял по своей воле или мы выпускаем малька в волгу это разные могут быть и строго могут быть на стол обе кому и так далее и к нам присоединяются какие-то другие компании которые обязаны выпускать малька потому что они наносят вред экосистеме водной бровой вышки есть у кого-то в каспии обязана малька выпускает и мы такие вот с чем вычете вредить ему нет матуши странно зачем вам это надо нам мы не обязаны не ну все таки это химическое производство не и баланс не вы не путайте химия это вообще все пищевая химия что же химия производство мороженого это химия на самом деле нет это мы не мы не совсем химического за такое общее название у нас нет отходов воздух там у нас отходы чрезвычные сооружения проходят там твердых отходов но мы все разделяем у нас практически zero с ну что с коробки полиэтилен разделяем сдаем все раздель мы не в том плане как бы мы не вредим ничему но в любом случае как бы экологическое инициатива оказалась от души просто мы хотели это делать про дизайн не могу не спросить сколько должно быть дизайна современного производства производстве и вообще в компании много потому что люди смотрят на картинку и на самом деле что внутри они нас не понимают можно делать закрытые тесты знаете наливать там разные шампуни в разные баночки я вас уверяю люди ошибутся они скажут о какой классный шампунь это шампунь будет за 300 рублей литр люди путаются поэтому внешний вид капец как важно понятно так и так как мы химики мы уделяем внимание составу да но а бывает что классная продукция но не можешь упаковать у нас мне кстати претензий к себе тоже много много чего могло бы быть красивее но иногда получается делать что-то классно это касается и продуктов и интерьеры и экстерьеры вы видели на заводе да вроде на замы на заводе на заморачиваться у нас раздевалки модные там прачки крутые столовые или там рестораны очень многие же экономят на производстве экономят на всех вот этих производственных пощадях за и говори да рассуждая а зачем это все украшать если вы не экономите на это мы вполне нормальные мы живем этим делом и здесь сами находимся мы любим своих людей хотим чтобы они находились тоже в классных условиях труда а в итоге это сказалось на том что и чар-бренд компании в целом что к нам хотят идти заработать чуть выше среднего выше среднего по рынку это точно условия труда обалденные руководству конечно сложное но в целом работать можно здесь называется ясно заработать работать нашим программе сейчас можно быть открытым и условно для вас это тоже был момент что полезного вы для себя и для компании открыли в момент когда вы стали скажем так реку регулярно делиться ночью телеграмме там 4000 человек да это понимаю что регулярно читать не знаю сколько нельзя грамме и как лица не сама не сильно ну за грамме гораздо больше я понимаю что десятки раз сколько сейчас подписчику это вообще ерунда это не неинтересно смотрит майорился там 200 300 есть миллионники каждый день смотрят от 20 до 40 тысяч человек stories этого достаточно это вот что для вас дало вот такой вот такая деятельность да я понимаю что это где-то на вайбе на красоте на каком вот как бы на интересе но все но есть какой-то полезный результат который вы видите что вы видите из своей открытости открытости к нашим сотрудникам это польза того что мы понимаем быстро друг друга открытость к потребителю к экскурсиям это то что происходит касание нас с потребителем и каждый кто приехал на многие кажется каждый практически становится фанатом grass и потом приезжает обратно и такой смотрит о чем нет ага так раз есть но мало так дорогая давай покупать теперь красовскую и стирку и посуду и что-то еще они также рассказывают знакомым также мы очень много конкурсов делаем когда найди нашу продукцию выложи получишь какие-то призы ценные люди постят репостят и в целом информация сбегается моя открытость личная когда я хожу на подкасты на интервью выступая на сцене дает возможность также познакомиться с брендами и как круги расходятся а также лично когда меня знают мне проще уже общаться с какими-то большими большими также дядьками как как-нибудь эвка когда мы устой на сцене у парней там 350 миллиардов 4 этот 500 но он меня знает и мне легко к нему дойти к сожалению в рителе я никого не знаю и меня наверно тоже никто не знает а хотя на нашем уровне там руководство ритейла общаться мы друг другу можем много какой пользы дать потому что у меня не хватает точно компетенции знаний как у них эта система работа с тем у них посложнее наших многих количество людей больше можно но я очень хорошо могу рассказать как создается продукт его настоящая себестоимость как отличить один продукт другого и много всего мы друг другу полезно поэтому я готов со всем знакомиться ну а посредством нашего интервью я чувствую что немало где познакомиться самом деле есть такой момент что вроде как кажется что ты уже много чего сделал для того чтобы с тобой познакомились или там своим бизнесом ты уже можешь быть очень известен определенных кругах но бывает вот называется где-то мы еще не доработали все про открытое все могу сказать что последнее время конечно быть открыты в это не просто тренды действительно польза рынку и польза себе как компания как себе как личности и компании потому что упрощать и вот эти горизонтальные связи выстраивать как оказывается по средствам открытости однозначно проще ну и наверное финальные уже такие вопросы которые всегда про некое будущее да через пару лет кто вы кто что что является компания и и планы завода компании grass на ближайшие там 2-3 года ну в плане будущего я достаточно стабильный человек я не собираюсь уезжать за границу и я в принципе у меня достаточно денег я мог бы купить недвижку где-то уехать жить дубай это в лос-анджелесов мне это не интересно я по-настоящему фанат россии своего региона мне нравится здесь я объездил где-то 40 стран мира в россии обалденно классные люди замечательная природа хорошие продукты много локаций для туризма тут можно вести бизнес тем более когда сейчас иностранцы уходят много возможностей и если я в эту кто ребят из нашего региона которых не будет работы мы даем работу достаточно большому количеству людей зарплаты мы видим машины создаются семьи я хочу оставаться здесь ну что если я уеду то кто их оставить здесь они поют в москву там на заработке там не столкнулся с большим количеством также приезжих кто зарабатывает поймут что надо ехать за границу вот а свалят где-то устроиться мы потеряем талантливых людей я хочу оставаться здесь и делать пользу поэтому через два года я буду здесь если про цифры компании завод ну мы растем по 30 лет видите ниже 35 не опускались уже очень давно поэтому такими темпами у нас план есть сделать 1 миллиард долларов это буквально уже не знаю года три мы даже сделать на смотреть по графику апер миллиардов а дальше до бесконечности мы хотим заходить новые категории в ниши которые освободились или мы видим что там еще есть иностранцы и надо их двигать сколько можно и они двигаться стать ну и дальше мы конечно будем выходить за границы россии это тоже наши стратегии потому что если уж мы здесь выжили все эти годы то где-нибудь в танзании мы точно разберемся мы так-то мы на экспорт поставляем достаточно много стран но свое время был там 40 стран мира сейчас конечно европа отвалилась но мы там все придумали в этом плане но и в китае мы поставляем и в африку и мы понимаем что эти лиги не такие уж страшные если кто-нибудь был на зазебаре там есть только одна зубная паста колгейт больше другой нет никто не доехал просто думать что и там сидят на аборигене нет везде можно работать если ты будешь в россии грас через 50 лет это что мне уже не будет ли все равно не верим но есть наследники у нет это вообще что своим детям отдавать компанию я считаю даже неправильно у меня дети учатся и я всем у меня три дочки одна учится в дубае свой скул и вот буквально она сейчас в одиннадцатом классе и я осталась учиться буквально год и дальше она выбирает университет но она уже сейчас выбирает университет я их готовлю так что они должны найти свою мечту не нужно приезжать сюда и пытаться рулить наш топ-менеджмент настолько сильный что он как детям вам будет и и обращаться и смотреть на нас не надо пытаться скорречиться компания должны выбрать проект профессионала а вот они даже найти свою мечту и я помогу обязательно любой проект маркетинг создание каких-то новых проектов я принципе старше . говорю туси с ребятами активными и с богатыми и модными потому что они потом станут бедными и ни с чем ищи интересных пацанов ищи у кого есть идеи какие-то стартаперы если нужно будет я вам помогу компетенции и деньгами чтобы ты запустила свой проект а в мире это можно сделать если грас если грасу я надеюсь им будут управлять сильные мощные лидеры по-прежнему потому что этот завод закупить какой смысл все могут от него получать блага и страна и те кто люди находятся здесь это будет большая компания которая будет международной и управляется топ-менеджером и в состав конечно идитора будут ходить потомки основателей я думаю так но это масштабное спасибо большое за такое содержательное интервью мне чуть больше стало известного про компанию и очень здорово что энергия которая вроде как из необходимости вспоминаю как вы катались до томска соответственно сейчас туда уже можно приехать и понять что оказывается когда ты это был очень далекий город и теперь уже находитесь во многих странах и во многих городах нашей страны и вашей продукции шикарное интервью и на самом деле очень здорово что такие компании есть на просторах нашей страны и знаете это очень энергичная компания вам точно стоит побывать здесь видите коллеги уже все полностью подготовили для того чтобы вам можно было приехать познакомиться этим нужно обмениваться но знаете я всегда говорю что если вы сюда по приедете вам точно нужно будет что-то из этого внедрить иначе полку стыда вы будете накапливать это всегда не очень удачная стратегия да такой у нас получился взгляд поставщика михаил еще раз спасибо всех зовем гости кому это будет интересно но вы продолжаете пожалуйста быть читателями сайта retail.ru заглядывайте подсказываете что же нужно еще посмотреть я буду рада приехать а